А куда это мы так спешим, как будто кто-то рожает? Потому что реально кто-то рожает! Ну тогда я вас поздравляю, поделитесь миллионом из фонда Чаплина. Что? Не я рожаю, жена моя рожает. Ну не волнуйтесь, роды это ж не зачатие. Без вас как-то обойдутся. Без меня да, а вот без нее никак. Товарищ, товарищ Гайщик, пожалуйста отпустите. Мы очень спешим. Да. Я тоже спешу. Мне в этом месяце ипотеку надо погасить. Так а мы-то тут при чем? А? А я тут при чем? Вы что, не понимаете какая у нас ситуация? У нас ребенок на свет появляется. А вот у меня ребенок на свет не появится до тех пор, пока я ипотеку не заплачу. Ну хорошо, мы в честь вас ребенка назовем. Только отпустите. Не думаю, что Толик будет гарное имя для девочки. У нас будет мальчик. Вот у вас будет мальчик, а у меня будет пятьсот гривен. Ах так, да. Ну хорошо. Хорошо, если вы... Ой. Я... Я портмоне дома оставил, а там все. И деньги, и документы. О, тогда у нас тут получается джекпот. Мало того, что превышение скорости, так еще и без документов. Ах, да какой джекпот! Я рожаю! Как? А ну прекратите рожать! Что? Воды отходят! Прекратить движение наружу! Как? Как? Что делать? Что делать? Ну что, я вас поздравляю, можете ехать домой. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Давайте, вы идите вперед, а я вам сопровождение с мигалочками сейчас устрою. И за то, что с родами помогли, спасибо. Да, спасибо огромное вам. Ну, наверное, не надо уже сопровождение, уже спешить нам некуда, мы сами как-нибудь доедем. Заедем. Тебе не нужно, а мне нужно. Я ж так ничего и не получил за превышение скорости, за езду без документов. Ребенок не в детском кресле. Ну и плюс услуги акушера хоть что-то подкинули бы. Поехали. Какой адрес? Красота. Аренда гидроцикла. Это как мотоцикл, только водный и самый модный. Почувствуй себя байкером Ихтиандром. Налетай, Терапись, с ветерком прокатись. Мужчина, не хотите прокатить свою даму на гидроцикле? Да нет, достаточно того, что я ее по ресторанам и магазинам вожу. Может быть, девушка сама хочет прокатиться? Ты что, сама? Не-не-не. Я ей один раз дал машину переставить, так она все клумбы снесла, бампера пожмякала. Так что я тебе не советую. Ну здесь на воде нет ни одной клумбы, вряд ли она мне что-то помнет. Ну что, девушка, прокатитесь? Бусь, ну можно? Да мне в принципе пофиг, я предупредил тебя. Прекрасно. Итак, одеваем безопасность превыше всего. Ой, Буся, я пошла. Я тебе покажу, как включается. Так. Отлично, отлично. Ну смотрите, 10 минут катается и все в порядке. А вы переживали? Я бы на твоем месте так рано выводы не делал. Да ладно, не переживайте, все будет хорошо. Девушка, время закончилось, возвращайтесь. Я говорю, возвращайтесь, а куда поехать? Девушка, левее. Там матрас, осторожно. Куда? Левее. Девушка, правее. Куда вы, девушка? Назад, назад. Нет, нет. Не сюда, не сюда, нет. Нет. Ты живой? Кажется, да. Буся, ты видишь, как я к вас ездила. Супер. Почему вы не остановились, когда я вам кричал? Ну просто мне Буся учила, если я захочу затормозить, то мне надо нажимать на педальку. А я искала, сказала, педальки не было. Тебе помочь? Нет, спасибо, мне так легче. Ну ладно. На, держи, вот тебе за аренду. Буся, ну что, теперь ты дашь мне поводить машинку? Нет, теперь ты только на карусели. Можешь выбирать машинку или оленя. Оленя хочу выбрать. А что оленя? Потому что он на тебя очень сильно похож. Чего? А то он на меня похож. Ну, во-первых, у тебя копыта. Здорово, мужики. Здрасте. Коробку передач сможете посмотреть? А то у меня только задняя работает. И давно ты на задней ездишь? Да нет, часов в пять. Ого, заклинило? Угу. Представляешь, пассажира взял. Ну, у меня только задняя работает. Ну, я заднюю врубать не стал. Ну, в смысле, заднюю врубил. Ну, в общем, вы поняли. Так, в общем, он на задней передаче ей довез. А потом? А потом следующий клиент. Потом следующий. В общем, так полдня и проездил. Прикол. Прикол. Прикол это когда тройной тариф. А ты прикол. Ну что, сделаете? Посмотрим. Только, мужики, одна просьба. Давайте быстрее. Пятница. Предпраздничный день, так сказать. Самые жирные заказы. Давайте побыстрее. Слышь, так а на задней, как оно вообще ездить? Да нормально. Иногда очень даже удобно. Можно по встречке. Ну, типа, ты не туда. И что, водители не ругались? Нам, таксистам, не привыкать. Нас от всех проклятий оберегает пресвятой Губер-чудотворец. Чего ты не слышал про такого? Ну, это покровитель тех, кто забил на правила дорожного движения. А. И что, пассажиры соглашались ехать с вами задом? Да, конечно. Это же быстрее, чем новое такси ждать. Да и какая разница по пробкам передом, задом тянуться, ну. Согласен. Ой, еще и шею заклинило. Если бы вы и это могли починить, вообще бы вам цены не было. У нас есть гидравлический домкрат. Он все разгибает. Не-не, не надо. О, новый заказ. До аэропорта и обратно. Так. Ага. Тут недалеко этот клиент. Долго ждать будет. Опаздывает? Пятерной тариф? Мужики. Мужики, если я такой жирный заказ пропущу, я потом себе всю жизнь этого не прощу. Надо ехать. Да какой ехать? А ремонт? Конечно. Давай это на ходу доремонтируешь, ну. Да на ходу это бред. Плачу тройной тариф. Тройной тариф? Прикол. Поехали? Поехали. Поехали. Ага. Ага. Шо? Здрасте. Наш постоянный клиент. А? Это вы о ком из нас? Там, в принципе, про обоих. Ага. Дедулечка, а что вы к нам дорогу позабыли? Воспользовались эскортом с лугами? Муженька, давай-ка мне презерватив. Может быть, дедушка, преднизолон? Презервативы? Давайте, а то у нас время тикает, а мы, между прочим, сюда полчаса шли. Ага. А может, там еще дедушка Виагры? Я и без твоей Виагры справлюсь. Я еще... Ого-го! 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 Ого-го-го! Дедушка, дедушка, вы же не заплатили. Да и мне не заплатили. Боже, срам какой! Человеку плохо, а она его насилует. Проститутка! Я его реанимирую. Я на медицинский поступала. Это что это? У вас было? Не, ну у меня так точно. Ого! А сколько это длилось-то? Пять минут. Ого! Ого! Я же говорил... Я же говорил, что я еще... Ого-го! Дедушка, давайте я вам что-то еще для сердца выпишу. Не надо мне ничего. Видишь, я еще и без этого... Ого-го! Ну, как хотите. Так это, может, все-таки взять что-то для сердца? Потому что нам еще идти в банкомат деньги снимать. Расправимся, внучка. Я еще... Ого! Даю! Ого! Ого-го-го! Ого-го! Ого! Не, ну в следующий раз надо деньги наперед брать. На троих! Ого-го! Ого! Сердце прихватил! Что-то прямо, наверное, молния ударило сейчас, когда увидел такую красивую девушку. Спасибо большое. За что мне спасибо? Родителям твоим спасибо. Маме и папе, что родили такую красавицу. Папа, что, космонавт у тебя? Почему космонавт? Ну, как почему? Такую звездочку с неба достал. Светит так, что солнце затмевает. Ох, я слеп, весь вообще ничего не вижу. Ай, как светит! Милок! Что, бабушка? Купишь девушке своей цветочков? Конечно! Сколько? Тристо гривен букет. Я не спрашиваю у тебя, сколько букетов. Я тебя спрашиваю, сколько у тебя есть букетов. Ого! Вот так вот! Три штуки вот! Все букеты сюда давай! Ого! Я такой красавицы не жалко, нас дальше не надо. Ого! Ой! Вот это мужчина у тебя! Вот это щедрый! Эй! Вот молодец! Береги его! Береги такого мужика! Спасибо, бабушка! Тебе спасибо! Тебе только нужно сказать хочу, и все будет у твоих ног. Потом я тебе однажды скажу хочу, и тогда у нас хочу на хочу друг друга перехачиваем. И потом мы с тобой... Ну, Чик, купишь сумочку девочке своей, а? Хочешь? Ой, я так давно мечтала вот об этой сумочке. Эй, слушай, а сколько? Полторы тысячи. Вообще не вопрос! Ой! Вот это да! И-и-и! Вот это щедрый человек! Поехали! Ой-ой-ой! Так, таких мало! Береги его, мало таких людей! Ой, молодец! Спасибо, бабушка! Молодец! Молодец! Красавица, ты понимаешь, как я к тебе отношусь? Одного твоего слова будет достаточно для того, чтобы я тебя сейчас унес в самое лучшее место в этом городе, где мы поужинаем. А после этого поедем ко мне, и там я открыю бутылочку самого луча. Ну, чик, может, туфли купишь ей еще? Туфли? Зачем туфли? Ой, а она, ой, а они так подходят к моей сумочке! Очень подходят, очень ей! Сколько? Всего две с половиной. Всего две с половиной! Слушай, вообще не вопрос, бабушка, конечно! Какой у тебя мужчина молодец, а! Ой, мне б такого в молодости, мне б такого! Я б тебя никогда не кинула! Спасибо! Ой, спасибо тебе! До свидания! Береги, береги любовь! Ой, девушка, я надеюсь, вы поняли всю серьезность моих намерений. Так что я рассчитываю, что сегодня вечером вы, я, хорошая музыка, вкусное вино, очень вкусная закуска, и мы с вами сможем... Эй! Кольцо с бриллиантом. Купишь ей? Или нет? Конечно, куплю, что я не джигит, только наличка закончилась, и потом куплю. А вон банкомат есть, вон, вон стоит. Банкомат? Да, вон он! Слушай, спасибо, бабушка, большое, сейчас джигит пойдет в банкомат, с ними деньги вернется, и будет у тебя кольцо с бриллиантом. Спасибо, бабушка! Спасибо тебе, вот человек, вот человек! Ну что, баб Жень, давай мою долю. Так, держи, вот тебе половина. Ну подожди, может она что, с деньгами придет? Мы что, в первый раз по этой схеме работаем? После кольца еще никто не приходил. Ну да, ну да. Так, сколько еще сегодня разведем? Я думаю, двоих так точно. Ну, так. Вон, он идет, идет одинокий. Давай, держи. Давай, по старой схеме. Все, давай, работаем. А тебе, а по тебе как-то и не скажешь, что ты боксер? Ну, разве что раунд тоже держишь три минуты. Ну, что ты, я же тренируюсь ритуально. А, регулярно. А, ну это тоже, да. Нормально. Вот. Ты че, еще охренел? Дорогая, я тебе сейчас, я этого, я этого не того. Я вижу, что ты этого не того, а ты эту, того. В смысле? Туда, того. Подожди, дорогая, я тебе сейчас все объединю. Объясню. Это тоже, да. Не надо мне ничего объяснять, ладно? Ты обо мне не думаешь, ты о детях подумал? Я о них только и думаю. Чем? Чем ты о них думаешь? Головой. Что ты говоришь, головой? А может, это другим? Не, 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 а о чем еще думать? У меня же там мозг прячется, это. Это, это он у тебя там прячется. А у других нормальных людей там работает. Подожди, ну что ты забилась сразу? В конце концов, я тебе сейчас все определю. Объясню. Это тоже, да, у меня же впереди очень серьезный бой. Что значит серьезный бой? Я вижу и серьезного боя только одно. Лежит какая-то обнаженная баба и смотрит на тебя. Вот, в этом-то и мысль. Смысл? Это тоже, да. У меня, значит, впереди серьезный бой. Рядом сидит вот такая вот обнаженная баба, а я ее даже пальцем не тыкаю. Не трогаю. Точно, это тоже, да. Там палец и не нужен. Я вообще не понимаю, как это связано с выносливостью. Да, бьет, не понимаешь, ты это тренировка такая, понимаешь? Какая тренировка? Какая тренировка? Ты не боец, чтобы горизонтально тренироваться. И в чем тут горизонтально? У меня же просто тренировка на выносливость, понимаешь? Вот, она, значит, прям лежит, понимаешь, и вот соблазн такой, понимаешь, а я ее даже, понимаешь, не трогаю, понимаешь? Знаешь что? Да. Не включай мне тут Тайсона. А при чем тут Тайсон, понимаешь? У меня соперник-то очень серьезный, понимаешь? Ты мне по ушам не ездишь. У меня соперник, мне, понимаешь, значит, если я выдержу сейчас 12 раундов и не прикоснусь к ней, то я там точно 12 раундов выдержу, да? Ты пойми, мне же нужно выйти на пик формы, потому что соперник очень серьезный, и он мне не даст... Не даст спуску. Что спуску? Не даст спуску. А, не даст спуску, да, вот так вот. А я смотрю, вы особо-то и не договаривались, да? Говоришь, бой, да? Новый вид тренировок. Хорошо, посмотрим, как ты держишь удар. Ну что, продолжим? Курица пошла! Ну вот мы и добрались с вами до тех самых чемпионских раундов. А они самые-самые-самые сложные. Бокс! Малыш, да, да, я все, уже буквально через 10 минут заканчиваю, и сразу к тебе. Да, на личный осмотр. Так что, готовься, твой доктор едет к тебе. Все? Ага, давай. Так. Да. Здрасте. Здрасте. Давайте, пожалуйста, быстрее, у меня через 10 минут заканчивается прием. Бегу, бегу. Ага. Бегу. Вы знаете, если вы так будете бежать, я могу и не успеть вам помочь. Ну, в смысле, что 10 минут только. А, быстрее? Да, если можно. Ускоряюсь. Ага. Ускоряюсь. Ускоряюсь. Сейчас, да. Вторая. Смотрите. Паркурс. Ну, отлично. Давайте сразу, что беспокоит вас? Бежал. Вроде все нормально. Хорошо. Все, отлично. Так, что болит? Что болит? А? А? Болит что? Болит? Да, это больница. Это больница. Сюда люди приходят, когда у них что-то болит. Ну, и с пакетом, с чем-то вкусненьким. Ну, я вижу, вы без второго, поэтому давайте сразу к моменту. Что болит? Это больница эта. А чего я сюда пришел? Черт его знает. Дедушка, вы не помните, зачем сюда пришли? У вас с памятью проблемы, да? Память? Бараклит. С памятью? С памятью. Наверное. Не знаю. Не помню. Ладно, давайте, где ваша книжка? Книжка? Книжка. Да я ж не писатель. Откуда у меня книжка? Я книжек не пишу. Медицинская книжка ваша где? А, медицинская? Так дома она ли? На кой мне ее с собой-то носить? Ну, как? Так, чтобы я знал, что у вас болит, чем вы болели, чего лечить вас? А, мне 90 лет. Я за свою жизнь чем только не болел. У меня в три года знаешь, что было? А, знаете, вот мне интересно вообще. Давайте мы по-другому сделаем. Я сейчас быстро осмотр проведу, и мы по домам. Договорились? Да, договорились. Все, давайте. Алло, котенок, я помню, что два часа назад обещал быть. Ну, слушай, ну, представь, что я скорая помощь. Да, ты меня вызвала, а я, как обычно, опаздываю. И я постараюсь скоро быть. Да что же у вас, что же с вами такое, а? А? А может, мы так сделаем? Вы пойдете домой, а вернетесь, когда вспомните, что у вас болит, а? Мне уйти? Да, да, да. Я могу. О, давайте. Но если я по дороге умру, у вас проблемы будут. Я же к вам по записи зашел. Ах, ты же старый хрен, а. Чего? Говорю, правильно говорю, говорите. А, говорю, правильно говоришь. Хорошо. Вверх ногами, нет? Нет. Ой. Занято, занято. Успела. О. Спасибо. Попридержал врача немножко. Да не за что, не кетишно. Присаживайся. Ага. Вот ваш пациент, а я так очередь занимаю. Ага. Спасибо тебе, Николаевич. Да пожалуйста, Никитична, обращайся. Я тут все равно без дела триняюсь. Ага. Писаю в баночки и просим. С меня макарон. О, договорились. Ой, Магарич. А, это тоже я. Ага. Все дам, все дам. Фух, еле успела. Два часа в ЖЭКе задержали, представляете. Ну вот, доктор, лечить меня. У меня тут целый букет. Давайте. Блин, куда же его дел-то, а? Ну не мог же я его в метро потерять-то, ё-моё. Ура, вот ты мой дорогой. Кормились ты мой. Смотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рада. Так, Петренки, ну-ка, ствол на стол. Опа. Вот так вот. Давненько я стволом не играл. Черт, ну что, нарисованы что ли? Ладно. Что, Петренки, бездельничаете? Никак нет. Да вижу, что бездельничаете. Ничего, сейчас я работки подкину тебя. И тебе тоже, между прочим, не ухмеляйся. Значит так, сейчас сюда придут практикантки. Нужно будет им показать, как правильно обыскивать при, там, при задержании. Справитесь? Да вообще-то у меня работы тут было много. Да справишься. А ты? Так точно! Молодцы! Все, приступайте. Эти глаза напротив, калейдоскоп огней. О, блядь, да что это? Че я должен кого-то учить, я не понимаю? Меня что, кто-то учил вообще? Меня вон на задание первое кинули с пистолетом, говорят, задерживай преступника. Ну ничего, вместе с больницей полежал. Здравствуйте. Я на обыск. А-а-а! Ну, да, я же как раз вас жду, собственно. Правда, мне товарищ полковник сказал, что вас будет двое, а вы... А, ну да, он же ж... А, подружка немножечко задерживается. Отлично. Тогда мы начнем именно с вас, а потом уже подруга подтянется, мы ее тоже научим. А потом уже втроем. Ну, сами понимаете. Хорошо, давайте начнем. Это зачем? Ну как это, мы начнем с теории? Нет, 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 ну что, какая теория? Предстаньте, зачем эта теория вообще нужна? Начнем сразу же с практики. Так, как говорится, метод Петренко. Сейчас я вас всему научу. Сейчас, повернитесь. Подождите, ну согласно статье 208 УПК, то обыск может производить только человек такого же пола. Вот видите, теорию, вы знаете, просто превосходно. Переходим в практики. А так как мы с вами коллеги, то мы, соответственно, существа бесполые. Правильно? Давайте. Так, ножки чуть-чуть. О, вот так. Хорошо. Так, смотрите. Самое главное. Обыск начинать вот где-то в этом районе. Потому что под одеждой преступники очень часто скрывают запрещенные предметы. Женщин надо максимально обыскивать в районе груди. Понимаете, это самое такое место, где можно спрятать объемные предметы. Ага. А у мужчин как? А у мужчин? У мужчин это область паха. Вот туда надо все внимание свое сосредоточить. Вот смотрите, надо начинать вот примерно вот здесь ноги, ноги, а вот здесь очень внимательно. Очень внимательно. Хорошо, еще тогда... Извините, опоздала на троллейбус. Пришлось немного за ним пробежаться. Ничего страшного, мы вот перешли к практике. Значит, сначала он тебя обыщит, а потом ты его обыщишь, а потом мы друг друга будем обыскивать, да? Класс! А меня он хорошо обыщит? Да, да, давай, начинай. Давайте с вами с теории начнем. Подождите, она у нас на курсе первая по теории, а вот с практикой как-то не очень. Ну, слушайте, мы начнем с вашего метода, с метода Петренко. Давай начнем с области ножек, а потом в пах. Сейчас, секунду, подойдите. Нет, 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 что вы... На троих!